Всем привет из Тиберды! Я давно говорила, что собираюсь в эту поездку, мы давно ее планировали. В этом влоге я покажу, как я провела свой отдых, свой отпуск. Это немного непривычно для моего формата влога. Кому интересно, посмотрите, кому нет. Встретимся в следующем влоге, где я буду снова рассказывать о том, как пытаюсь сохранить свой текущий вес, который, кстати, неуклонно растет вверх, что весьма печально. Увидимся в новом видео. Пока-пока! По факту, это были последние дни моего отпуска, но отдыхать, по сути, я начала только сейчас. Мы поехали на машине подруги вчетвером. Дорога была очень живописной, веселой. Мы слушали музыку, общались. Сначала нас окружали сплошные поля, степи. Это, собственно, мои родные края. А потом уже начались холмы, всякие виноградники, что-то непривычное. Потому что вначале все было засеяно знакомыми мне культурами подсолнечника, кукурузы и всего такого. Ну вот мы уже въезжаем, а получается туда, где начинают виднеться горы. Я восхищаюсь ими всю дорогу. Просто начинают маленьких холмиков. Я непрерывно восторженный возглас, можно слышать от меня в этот момент. Я любуюсь ими во все окна машины. Потом горы становятся выше. Мой восторг увеличивается. И вот показались снежные вершины Донбая. Это просто восхитительно. Уже после трех часов дня где-то мы приехали в свой отель. Мы заселились. Офигенный номер. Офигенный лист от нас. Шикарный. Горы там повсюду. Поэтому из любого окна был просто шикарнейший вид. У нас был обычный номер комфорт. Даже по-моему стандарт. То есть самый дешевый. Вот таких овечек было видно из моего окошка. Мы сразу же пошли исследовать территорию. На территории отеля протекает река. Вот такой живописный мост, на котором я сразу бросилась гулять. А еще там были качели. Вот такие качели, которые уходили с обрыва. Конечно же мы тут же пошли на них качаться. Непередаваемое ощущение, когда качаешься, а под ногами просто простирается пропасть. Не такая уж большая, но довольно-довольно такая пугающая. Вокруг горы. Красивейшие фотографии сделали мы. И полезли выше. Традиция у нас с мужем. Сразу по приезду лезть куда-нибудь в гору, в близлежащую. И мы потопали с ним. Там мы наделали кучу всяких фотографий. Я фотографировала его. Он фотографировал меня. Я в восторге. Классные фотографии. Обновила аватарки везде. Получилось очень красиво. Плюс мне очень нравится моя прическа текущая. Воздух, птички. В общем, получила огромное удовольствие. Вечером в отель спускается с горы Йети с факелом. В первый вечер мы прям ждали его. Я даже поставила себе путильник. Мы после ужина пришли встретиться с ним лично. С этим символом отеля. Он общается с детьми. Потом зажигает костер. И дети, собственно, и взрослые. Мы тоже жарили маршмеллоу. Веселились. Потом он уходит снова в гору. Я, конечно, не упустила возможности сделать фотографию с этим милым символом. Вот такая милая фотография получилась. Ну а что по питанию? На завтрак был включен комплексный прием пищи. Это либо яйца с сосисками, либо сырники с яйцами. Либо третий вариант. Это была каша. Кашу я не попробовала. Но каждому завтраку мы с мужем покупали по кусочку тортика. Еще дополнительно. Это был либо Наполеон, либо Рыжик. Ни в чем себе не отказывала. В обед мы ели чаще всего вне отеля. А ужинали уже снова в отеле. Ела все, что захочу. Это были как салаты, так и горячие блюда. Вот жиркое всяческие. Старалась покушать. Баранины местные. Был вот такой супчик забавный с крыжечкой, который тоже можно есть. Острый, национальный. Конечно, не обошлось без высокоуплеводной выпечки с сыром, жирной с яйцом, хачапури всяческие, хачаны и другие изделия, которые я раньше не ела. Конечно, вкуснейшая шурпа, суп мне очень понравился. В общем, я ни в чем себе не отказывала в питании. На следующий день мы, конечно же, отправились в Донбай. Погуляли по городу. Но, конечно, основной целью это была канатная дорога. Мы с мужем, как отчаянные туристы, конечно же, решили ехать до самой вершины. А наши друзья остались на первом уровне. То есть поднялись только по первой части канатной дороги. Но они, туристы опытные, были уже в Донбайе. Мы были впервые, поэтому помчались на самый верх. Восхищению моему не было предела. Сам город был. Из самого города открывались шикарные виды на горы. Но потом, когда мы поднялись вверх, это было просто невероятно. На первом уровне мне было еще и тепло. Там я делала всякие фотографии. Мы гуляли, веселились и восхищались. Но потом мы поднялись выше и замерзли. Замерзли просто невероятно. Я крайне была не готова к этой поездке. Я, во-первых, не ожидала, что мы поедем в Донбай. А во-вторых, что там будет так холодно и снежно. У меня были просто тряпочные тапочки, тоненькие штанишки. Я замерзла, можно сказать, насмерть. В какой-то момент я подумала, что уже все. Не хочу наслаждаться ничем. Это, кстати, уже самая вершина, самая высокая точка. К этому моменту уже местные заботливые работники сферы обслуживания оснастили нас пледами в аренду. Мы купили шапки. Мы выпили глинтвейна горячего. И уже кое-как смогли функционировать. Вот так я выглядела на вершине с синими губами. У меня уже посинели ногти. Но я стоически радовалась и восхищалась всему, что было вокруг. Что бы хотелось сказать по поводу диеты. А раньше, когда я была в подобных местах, мне всегда очень хотелось кушать. То есть еда была, наверное, если не на самом первом, то точно на втором месте. То есть я всегда искала кафе, где бы перекусить. А сейчас вопрос покушать у меня даже не возникает в этом месте. Почему-то, мне кажется, все-таки что-то сработало. И некая свобода появилась. Налюбовавшись и намерзшись вдоволь, мы вернулись в отель. Там у нас был вот такой досуг. Это сибирский чан. Очень интересное развлечение. Я сравнивала его с тем, что ты как в котле бабки ежки и из тебя варят суп. Мне понравилось. Но это из того разряда, что было классно. Повторять не буду. На следующий день мы поехали изучать ближайшие красоты. Погуляли пешком, посетили местное озеро. Там отдохнули. Также пофотографировались. Погуляли вдоль русла реки Тибердан. Красивейшая горная река. Просто не устаю восхищаться всем, что я вижу. Просто куда не повернешь голову, ты видишь какую-то невероятную красоту. Это вот мы гуляем. Мы сошли как-то вдоль руслов. Ее такой красивый живописный поворот. Просто я готова восхищаться этим непрерывно. Чистейшая голубая вода. Опять-таки фотографии, фотографии, фотографии. Потом мы посетили местный музей. Узнали немного историй для общего развития. Неплохо посмотрели на всякие старинные предметы быта. Картины красивые были. Вот меня очень впечатлила эта картина. Называется «Мать». Ну а потом поехали на форелевое хозяйство, где выловили рыбку. И нам ее тут же приготовили. А вечером, пока наши друзья отдыхали, мы отправились гулять. Это планировалось как прогулка вдоль улицы, прилегающей к отелю. Но ушли мы довольно далеко. Вот на фото можно видеть, собственно, Тиберду, из которой мы вышли. Мы прошли через небольшой лес, обогнули гору, полюбовали живописной долиной. И опять-таки фотографии, фотографии. Вот это я, да. Такие несколько раз пересекли реку Тиберда и какие-то другие притоки. Конечно, хотелось бы отдых подольше, но этот грустный день настал. Пора прощаться. Последний взгляд с балкона номера перед сдачей. И поездка домой. Мы отправились опять на машине. Меня сначала укачало. Мне пришлось принимать несколько раз дробину. Какую-то часть пути я проспала. И уже вот ближе к закату мы выехали уже на более степную зону, более знакомую. Похоже уже на наши родные края, поля. И поехали домой. Наблюдали тоже живописный, но уже более степной и знакомый закат. Отдых мне очень понравился. Я, несомненно, хотела бы посетить этот отель снова, эти места. Даже захотелось научиться кататься на лыжах. Все было здорово, классно, великолепно. Уже совсем ночью мы въехали в Ростов. Вот она, родная Тачанка. Увидимся в следующем видео.